У нас нет пешеходного перехода. Никогда люди не жалуются. И с коляской шли, и с санками детей везли. Никогда вот так не дергали. А здесь как? Здесь никак. Наталья этот двор помнит с детства. Он всегда был просторный, с широкой дорогой и многолетними липами, рассказывает женщина. Но осенью прошлого года вся была роскошь двора в один миг ушла в историю. Придомовую территорию раскопали коммунальщики для прокладки новой теплотрассы. Спиливали сначала 40-летние липы, мы плакали. Но нам сказала администрация, ВКС, по-моему, вешала нам объявление, что нам вернут двор в прежнем состоянии. Восстанавливать двор начали это весной, говорят жильцы дома. Вот только дорогу специалисты стали делать по-другому. Новая оказалась уже предыдущей. И теперь пешеходы, в том числе и с детьми, вынуждены уворачиваться от автолюбителей. Даже сейчас, наблюдая, что машины едут, не две машины разъехаться, а даже с пешеходами разойтись не могут. Каким образом до детского сада водить детей, невозможно. И непонятно, как это будет вообще в дальнейшем происходить. Но рабочие поясняют, дорогу они делают согласно проекту и утвержденной смете. И все стандарты в документах прописаны. Вот видите, 3,70. Плюс бордюр у меня идет. 15 сантиметров. Вот он будет, край дороги пойдет. Стандарт 3,50. Нам поставьте нашу старую дорогу. Вы нам вернете то, что было. А вы нам возвращаете. Вот тот люк, который вы закатали в клумбу, он у нас был на дороге. Люди говорят, все началось с бордюрного камня, который мало того, что высокий и перебраться через него невозможно, так и кладут его по другой траектории, что и стало причиной сужения дороги. У нас этот бордюр шел со второго подъезда. У нас он шел вот так на диагональку. Я потому что не было менять. Он у нас шел вот так на диагональку. А вы нам смотрите, как дорогу заузили. На целый метр. Вот она, ваша дорога идет. Видите, ровные линии идет. Никаких диагоналей, никаких этих метров. А зачем? У нас была она шире, чем 3,5 метра. Ну, у меня в масштабе. Мне дали вот этот проект с ЖКХ. Представители ВКС нас письменно заверили, что данный проект по восстановлению двора – часть общего проекта реконструкции теплосетей. Документ прошел согласование и утверждался до того, как двор перекопали. В том числе и в управлении ЖКХ городской администрации. Перед производством работ по реконструкции сети проект прошел согласование в установленном администрации города Владимира порядке. По окончании работ благоустроенная территория будет приниматься у подрядной организации комиссии, в состав которой войдут представители Владимирских коммунальных систем и администрации города Владимира. Но в мэрии поясняют. Жалобы от жителей этого дома в управление ЖКХ тоже поступало. И проверка специалистов выявила нарушение. Дорога действительно оказалась уже. ВКС направили предписание с требованием расширить дорогу до прежних размеров – 4 метра 30 сантиметров. Если жители увидели, что дорогу все-таки не привели в надлежащий вид, то управление ЖКХ сегодня намерено опять выехать на место и сделать новое предписание ВКС, чтобы размер дороги был как и ранее. Все, что требуется сейчас от жителей дома, если они видят нарушения в благоустройстве двора, это написать повторное обращение в городское управление ЖКХ. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, Илья Фомин, 6 канал.